Господа заинтересованные, предлагаю заинтересоваться следующей темой. И сейчас я вам скажу про что там. Это социалки, да? Социалки идут? Светки? Да. Ща, ща будет. Как платить программерам меньше? Это прям серьёзная тема, я даже немножко поднапрягусь. Да, да. Да, ты хотел мне сказать, что нет, а да. Я хотел сказать, что Никита её нам первую предложил. Слушай, да, Никита предложил, но Никита это я. Причём он с третьего раза её предложил, чё-то там. Чё-то предложил, и, в самом деле, это очень интересная тема, господа. Я вам предлагаю так и поступить. Вот как написано в статье. Пожалуйста, вот все, кто заведует... Я просто скажу, Никита это нам оригинал предложил, на egor256.com. А потом нам предложил Денис Кэ, и он уже с хабра её предложил, и вот её там уже и рассмотрим. Её, да, на российском языке. Знаешь, чё? Суть-то какая? Всем, кто занимается управлением веб-студий, предлагаю вам заняться вот этой статьёй, почитать просто. И, действительно, принять во внимание. Например, как платить... Если вы сильно много примите во внимание, вы в зеркало, потом посмотрите на себя, возможно, вы уже чертил. Возможно, вы свинья просто, да. Как платить программистам меньше? Вот просто, вот так. И, действительно, вот просто. Как вот помешать тому, что чуваки каждый раз что-то хотят больше всего? Вот как, просто вот как будто они вот, не знаю, они все в ад попадут, я считаю. Вот все хотят, что-то хотят, под себя гребут, я не могу. Просто программисты, они жадные мрази. И чё, давай-ка им помешаем. Знаешь, как им помешать? Смотри, смотри, смотри. Держите зарплаты в секрете. Первый, первый. Очевидно, не стоит разрешать программистам обсуждать зарплаты. А вот как контролировать такое? В пивной же они не могут запретить. И тут тебе ответ сразу. Они должны держать эту информацию в тайне. Запретите им. А лучше подпишите запрещающий NDA. Обсуждать вопросы зарплаты друг с другом. Точнее, говорить о зарплатах, бонусах и других плюшках. Я не тот, просто не ту стройку даже прочитал. Они будут считать тему денег ядовитой. Как-то токсик, токсичной. И никогда не обсуждать вопросы зарплаты друг с другом. Нормас? Нормас. Первый вопрос. Повышайте случайно. Это, я вам говорю, это еще не самые эффективные советы. Дальше будет лучше. Повышайте случайно. И здесь просто о том, я не буду даже считать. Просто. Рандом. Никогда. Не то, что у тебя есть система. Так, значит, в этом месяце я повышаю всем этим. Так, в следующем я это. Нет. Ты берешь вот этому. Оп, поднял. Потом, оп, другому. Причем еще, возможно, надо на мало поднимать. По-разному. На мало. Лучше на мало. Потому что, как бы, мы же хотим поменьше платить. Ну. Постарайтесь сделать ваши решения непредсказуемыми. Непредсказуемость создает страх. А страх это то, что нам нужно. Сотрудники будут бояться поднимать вопрос повышения зарплаты долгое время. Ну, хрен его знает. Может, мне сейчас повысят. А может, если я сейчас скажу, мне не повысят. А? Согласен. Я скажу, блин, он такой спонтанный обычно. У Линдси Стирлинг есть трек Spontaneous Me. Спонтанное я. Вау. Мне кажется, я уже говорил это в нашем подкасте. Суровый веб. Ну, повторение мать учения. Никаких конференций. Следующий пункт. Не разрешайте им посещать митапы и конференции. Ну, вы понимаете, они там могут просто понахвататься. А во-вторых, они там могут подхватить что-нибудь. Подцепить что-нибудь. Да, подхватить. А в-третьих, их могут подцепить другие люди. Рекрутеры, так сказать. Я кого подцепил у программиста? Рекрутеры, я думаю. Ну, пусть рекрутеры. Но, тем не менее, да. Рекрутеры. И знаешь что? Самое главное, самое главное. Постарайтесь убедить их в том, что конференции это пустая трата времени. Как Умбутун завещал. А митап всегда можно организовать в офисе вместе со своими коллегами. С которыми ты не можешь общаться по поводу зарплат. Следите за ними. Вот это отличный пункт, господа. Следите за ними. Убедитесь, что все они используют корпоративную почту, компьютеры, сервера и даже мобильные телефоны с установленным ПО для отслеживания каждого сообщения. Совсем идеально отдел безопасности, который будет следить за каждым и полить чё, кого там, кто, где, с кем. Бедных программистов кошмарить просто собираются вообще. Вот это отлично просто. Договаривайтесь с конкурентами. Нет, просто это важно. Сотрудники должны знать, что следить за ним, потому что страх, опять же, не будет лишним. Договаривайтесь с конкурентами. И, знаешь, вот ты можешь договориться с конкурентами. Чувак, давай, короче, давай не будем друг у друга сотрудников брать. Они такие, чё это, мы не согласны. И ты сразу, молниеносно, просто гамбит делаешь. Берёшь и у них нанимаешь сотрудников за огромные бабки. Насрать, побольше им заплатишь вообще. Я всегда буду так делать, если не подпишешь сейчас вот это. Вот, вот. Продвигайте корпоративные ценности, следующее. Но это более-менее нормальная тема. Постоянно рассказывайте сотрудникам о том, что насколько прекрасна ваша компания. Насколько важна её миссия и вклад в общее дело. Вопрос зарплат покажется им несущественным на фоне многомиллиардного долларового рынка, на который ваша команда пытается доминировать. Дальше. Звучит страшно. Звучит страшно. А следующий. Корпорация зла. Он как бы связующий вместе с корпоративными ценностями. Постройте семью. Корпоративы, тимбилдинги, пиво по пятницам, боулинг, дни рождения и совместные обеды. Всё это создаёт ощущение, будто компания вторая семья. И не хочешь уходить, действительно. Как же я потеряю? Не смогу там с кем-то Виталькой поговорить, правильно? Мне вот мой начальник, знаешь, что всегда говорит? Так. Он говорит, сделай так, что когда вот только звонок прозвенёшь, у тебя рабочий день. Ты просто всё сразу бросаешь, шляпу надеваешь по твоему бате. Угу. И выходишь просто, и тебя ничего не волнует больше. У меня рабочий день закончится. А это у вас тимбилдинг? Он тебе специально это говорит? Он, да. И он всегда... Потому что ты один раз, если задержишься, то ты всегда здесь будешь задерживаться просто и всё. Но этот начальник тебе не платит зарплату, поэтому он так говорит. Если бы он платил, он бы тебе сказал, ой, чувак, да, задержишься? Ну вот да, определённые есть сложности, но платит. Имеется в виду, что платит тебе чувак другой. Если бы другой чувак тебе пускал... Ну я согласен, его личные деньги от этого... Ну просто, видишь, он мой друг, поэтому как бы тут сложно. Потому что вообще-то зарплату он нам насчитывает. Угу. И он её всё равно по-братски нам насчитывает. Угу. Но больше вдруг или меньше он не может, ну как бы, да, не в его компетенции. Но вдруг он резко начнёт повышать, ты смотри, это всё оно. Если вдруг, то на страхе тянет. И внезапно ещё, да, да, согласен. Держите их в напряжении. Работники никогда не должны расслабляться. Убедитесь, что у них есть срочные дедлайны, сложные проблемы и достаточное количество ответственности за плечами. И как бы ты постоянно будешь давление ощущать. И думать, блин, я что-то всё не сделал, мне как вообще пройти премию-то просить? Да. Я то не сделал, это не успеваю, это у меня висит, как висяк. И как бы, в принципе, в твоё должностную инструкцию уже заложено, что у тебя будут висяки. И ты как бы не знаешь, что они не закончатся. Никогда. Да. О! Мягкие кресла и теннисные столы. Здесь даже не о чем говорить, но просто серьёзно. Оборудуйте охрененный кабинет, и все будут думать, блин, круть, круть, круть. Слушай, можно на приставочке у нас поиграть. Кого? Как же просить? Тут и так прекрасно. Тут всё круто. А на самом-то деле надо шляпу надевать. Да. Используйте важные названия должности. То есть, ты начинаешь называть их вице-президентами. Например, вице-президент по инженерии, вице-президент по технологиям, вице-президент чего-то ещё. Это ничего не значит для вас, но очень важно для них. Зарплата будет иметь меньшее значение, чем то, какие строчки они напишут в своём профиле в LinkedIn. Который уже Роскомнадзор у нас заблокировал. Да, запрещённая организация. Вот да. Вот так, вот так. Помогите им выжить. И вот я вот это здесь не очень понял. Большинство программистов не умеют вести домашнюю бухгалтерию. Не знают, как купить страховку. Не умеют копить. Это, видимо, для американцев очень такая распространённая тема. Не умеют копить на пенсию. Не знают, как правильно заплатить налоги. А как бы, понимаешь, у тебя же, видимо, всё есть. У тебя юристы есть, всё есть. Они это занимаются. Здесь есть отдел. Ты им говоришь, давай чувакам просто будем всё оплачивать. Хотя бы не оплачивать, а просто... Чуваки, мы у вас за зарплаты прям ваши налоги платим. Вы как бы не парьтесь, всё нормально. Прямо за дом всё у тебя будет уходить. Вы только не просите повышения, а то мы перестанем это платить. И всё, вы не разберётесь. Да, ты представляешь, как с корнем тебя вырвут, если у тебя всё там. Да, да. Ну и последнее. Будьте другом. Это последняя и наиболее действенная техника. Программисты должны видеть вас друга. Договариваться с друг с другом о деньгах сложно. Они будут продолжать работать за меньшие деньги. Потому что вы хорошие друзья. Как стать друзьями? Встречайтесь с их семьями. Зовите их на ужин к себе домой. Дарите подарки. Это сохранит вам кучу денег. Вот такая стадия. Я надеюсь, вам всё всем понравилось. Самое смешное, что... Знаешь, кто её пишет? Ну, в оригинальном английском. Её Егор Бугаенко написал. Отлично. Возможно, из соседней страны. И там-то он, возможно, просто... Вот всё, что к нему применяет, он просто, ну, вылил. И всё. Или, возможно, как он применяет. Ну, то есть, да. Это к твоему вопросу. В Америке актуально это или нет? Походу, это не в Америке актуально. Ну как? Ты же сначала сказал, что это Америка. Сначала английская статья была. Да, но она на Егор256.com. Она на английском. Но она не английская. Понятно. Всё, я тебя понял. У-у-у-у, английская, понимаешь? У-у-у-у, английская, понимаешь? У-у-у-у, английская.